Здравствуйте, меня зовут Егор Бычков, я житель Нижнего Тагила. В этом месте мы отмечаем годовщину Великой Победы. Но в последнее время я узнал и услышал огромное количество историй о том, что происходит в исправительной колонии номер 5 города Нижний Тагил. И я бы это назвал самым натуральным фашизмом, который мы, к сожалению, как выясняется, победить не смогли. И концлагеря, к сожалению, не остались в прошлом, а продолжают существовать в 2017 году здесь у нас на Урале. В 2012 году Нижний Тагил стал одним из символов победы на президентских выборах Владимира Путина. Именно здесь начались первые митинги в его поддержку. Именно здесь его поддержали рабочие Уралогонзаводы, выступавшие за стабильность. Так вот, на сегодняшний день наша стабильность – это пытки, вымогательства наших сограждан. И я надеюсь, что информация о том беспределе, который творится в Нижнем Тагиле, который сейчас еще модно называть Путинградом, дойдет до президента. И он, по крайней мере, попытается разобраться с этим беспределом, который здесь творится. На днях агентство новостей между строк, которое я возглавляю, опубликовало видеозапись заключенного Фаруха Бердыева, заключенного исправительной колонии номер 5, который сейчас в данный момент находится в исправительной колонии номер 26 в городе Тавде. С ним встретились уральские правозащитники, члены общественно-наблюдательной комиссии. И он им на камеру рассказал о том, какие порядки царят в 5-й колонии в Тагиле. В частности, этот человек, которого я знаю, между прочим, 15 лет, и в искренности слов которого, не сомневаюсь ни секунды, рассказал ужасающие факты о пытках, которым он подвергся, и которым подвергаются другие осужденные. В частности, я хочу процитировать некоторые заявления Бердыева. Я услышал, что где-то в колонии представители ОНК. Я начал кричать, звать на помощь. Сотрудники долго не хотели открывать дверь, потому что на мне были синяки. Но все-таки открыли, и я ему обо всем рассказал. Лучше следующего дня меня начали бить еще сильнее. 3 ноября меня вывели в прогулочный дворик, поставили у стены, ноги расставили, на голову надели мешок, обвязались скотчем и понесли куда-то. Я услышал, бачку неси. Головой меня засунули в бачок с водой. Я начал сопротивляться, потому что не мог дышать. Бачок перевернулся. С меня штаны сняли, еще сильнее закрутили веревкой и скотчем. Пакет на голове крепче обвязали тонкой веревкой. Держали меня животом на земле, на голову лили воду. На камеру заставляли меня плохие вещи про себя говорить. Потом перевернули меня, дышать я не мог, потерял сознание. Очнулся, стоил у стены, во дворике. Сотрудники поставили передо мной бумаги с какими-то статьями, заставили расписываться. Я трясусь, плохо соображаю, попросил дать время. Мне дали отмыться от крови, отвели в камеру. Там я взял лезвие и вскрыл себе живот. Это то, что касается пыток. И самое удивительное, что пресс-служба ГУФСИН сегодня сообщила журналистам и общественности, что Бердеев лжет и что никаких травм он себе не причинял, никаких шрамов у него нет. Потому что это якобы не зафиксировано его в медицинской карте. Таким образом, можно сделать вывод, что пресс-служба ГУФСИН, по сути, призналась в совершенном преступлении, так как любые травмы, тем более такие, как вскрытие живота, его, кстати, зашили потом на живую, без всякого наркоза. Эти факты, конечно же, должны стать объектом всесторонней проверки, которой не было. В то же время, ни у кого не вызывает сомнений этот шрам на животе Бердеева, потому что он показал его на видео. И я уже нанял адвоката, заключенному Бердееву, который разберется с этой историей и ответит пресс-службе ГУФСИН и, в частности, ее пресс-секретарю Левченко, объяснит, откуда у Бердеева взялся шрам на животе. Буквально за неделю до этого случая Общественная наблюдательная комиссия рассказала о другой жуткой истории, которая произошла в пятой колонии. В частности, один из заключенных в знак протеста о неоказании ему медицинской помощи воткнул себе иголку под ребра, после чего его несколько часов резали на живую, не найдя ничего, его зашили на живую, привязали к кровати. Так он пролежал двое суток. После этого его по новой разрезали, опять искали иглу, опять ее не нашли, опять его зашили, отправили его в санчасть исправительной колонии номер 2 Екатеринбурга. И мало того, что этот заключенный подвергся таким пыткам ужасным, пресс-служба ГУФСИН заявила, что еще и взыщет деньги с него через суд за транспортировку его из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Конечно, можно сказать, что это отдельные случаи отдельных заключенных, но это не так. Сегодня на сайте Междустрок опубликована очередная порция историй. Мы опубликовали, нашли, встретились с пятью заключенными, бывшими заключенными, которые сейчас находятся на воле. Все пятеро отбывали наказание на пятерки. И все пятеро подтверждают нам информацию о пытках и вымогательствах, которые там происходят. То, что касается вымогательств, система выстроена следующим образом. Актив колонии, заключенные, работающие на администрацию, так называемые КЗВ, заставляют заключенных переводить деньги на банковские карточки, банковские карточки родственников этих осужденных. У меня есть номера этих банковских карточек. В ближайшее время я отправлю обращение с просьбой проверить всю эту информацию. И проверить и установить, с чего вдруг на карточке родственников осужденных ежемесячно поступает огромное количество платежей от родственников других осужденных. и не кажется ли правоохранительным органам эта ситуация ненормальной. У меня есть номера этих карт. «Если ты хочешь пойти на свиданку, плати. Если ты хочешь, чтобы тебя не били, плати». Доходит до смешного, что родственники перечисляют деньги на личный счет заключенных, с которого они могут покупать в магазине колонии себе продукты, конфеты, сигареты, консервы. И прямо в магазине колонии заключенные пишут заявление о переводе денег с их личного расчетного счета на какие-то левые карты. Я не знаю, какие суммы крутятся на пятой колонии. Возможно, речь идет о миллионах рублей ежемесячно. Я сделаю все возможное, чтобы эта информация была тщательнейшим образом расследована. Почему я решил обо всем об этом рассказать? По одной простой причине есть старинная русская поговорка «От сумы и тюрьмы не зарекайся». Я не думаю, что среди вас найдется человек, который может с уверенностью сказать о том, что никогда не попадет в исправительную колонию. Тем более, зная нашу страну и те времена, в которой мы живем делать такие утверждения ну просто глупо. Потому что сейчас у нас людей садят и за репосты в интернете, и за видео на ютубе с ловлей покемонов, и за выходы на пикеты. Поэтому там может оказаться ваш муж, ваш отец, ваш сын, ваш брат. И точно так же эти люди, ваши близкие, родные, могут подвергаться пыткам, истязаниям, вымогательству. Да, эти люди осуждены. Это очень сильно любят упирать как раз таки гуссин, говоря о том, да что вы их слушаете, они сидят в тюрьме, они преступники. Но это очень удобная позиция, правда, она в корне не верна, абсурдна, я бы сказал, даже ложно. Конечно, среди тех, кто там сидит, наверняка есть глубоко непорядочные люди, я это допускаю. Но так же я допускаю, что там есть без вины виновные. И в любом случае виноваты эти люди, не виноваты в их приговоре суда, ни слова не говорится о том, что их нужно пытать, насиловать и вымогать деньги с их пожилых престарелых родителей. Ну и вообще в разное время разное количество порядочных людей сидело в тюрьме, чего только стоит вспомнить нобелевских урятов Бродского, Солженицына. За решеткой были и Гумилев, и Короленко, и Туполев, и Мирхольд, и академик Вавилов. Еще огромное количество людей, которыми мы гордимся, и о которых нам рассказывают в школе. Кстати, скажу, что многих из них пытали. Сейчас по старинной традиции Гуфсин будет заявлять, что все эти рассказы о пытках это все ложь, вранье, что это видео ложь. Я хочу напомнить, что в 2015 году в исправительной колонии номер 46 города Невьянска администрация колонии вместе со своими ручными осужденными забили до смерти 26-летнего заключенного Акбара Лиева. И по этому делу были осуждены практически все руководство колонии, включая начальника колонии Илью Чикина. Он получил 13,5 лет лишения свободы. Его заместитель Алексей Николаев получил 13 лет. Начальник отдела безопасности колонии Евгений Панов получил 13 лет. Младший инспектор группы надзора Дмитрий Усов получил 7,5 лет. В то же время правозащитники неоднократно заявляли о нарушениях в исправительной колонии 46. И в каждом случае мы получали один и тот же ответ. Это все. Проведена проверка, информация не подтвердилась. Более того, сейчас в Верхъестественном суде Екатеринбурга начинается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении сотрудников и бывших заключенных исправительной колонии номер 2 города Екатеринбурга, которым тоже вменяют пытки и даже изнасилование, которое они совершали, записывая это все на видеокамеру и передавая в руки потом администрации колонии. Естественно, на так называемую двойку ИК номер 2 правозащитники тоже неоднократно обращали внимание и каждый раз им говорили, что факты не подтверждаются и все жалобы заключенных очередной враньё. А, конечно же, все вокруг врут, только гусин у нас весь в белом, но почему тогда умирают люди, как это произошло в 46-й колонии. Еще раз хочу обратить внимание на тот факт, что пытки в Тагильской колонии это не только проблема тех, кто сейчас там находится, это проблема каждого из нас, каждого мужчины, каждого жителя не только даже Тагилы, Северной области, каждого мужчины в этой стране, каждый из нас может там оказаться. В 2010 году я получил 3,5 года колонии строгого режима за борьбу с наркотиками если помнить такую историю я точно так же мог оказаться в ИК номер 5. И так же там может оказаться каждый из вас. При нашем молчаливом согласии там творится беспредел и я считаю, что пришло то время, когда мы можем совместными усилиями этот беспредел остановить. я обращаюсь ко всем тем, кто отбывал наказание ВК 5 или у кого там отбывали наказание родственники, друзья, близкие. Если вы готовы рассказать нам о том, что там с вами происходило, то обязательно это сделайте. Потому что когда о пытках будет заявлять не один, два, пять, десять человек, а сотни людей, у Гуфсина уже не хватит смелости сказать, что это все ложь. Поэтому пожалуйста распространите это видео, по ним будет электронная почта, куда можно сообщить всю информацию полезную для нас. по ИК номер пять. В том числе нас интересуют не только пытки, нас интересуют все факты вымогательства, номера банковских карт, на которые подчислялись деньги. Нас интересует работа промзоны, потому что осужденные заявляют о том, что они там работают. Каждый месяц расписываются ведомости за получение зарплаты, но эту зарплату не получают. все эти факты мы передадим во все возможные инстанции, кое с кем у нас уже есть договоренность в Москве о том, что наши обращения будут самым тщательным образом изучены и отработаны. И еще раз хочу сказать, что я надеюсь, что информацию о пытках в колониях Нижнего Тагила заметят в Кремле, потому что еще раз я хочу напомнить, что Нижний Тагил стал одним из символ победы Владимира Путина на президентских выборах в 2012 году. Так вот, уважаемый Владимир Владимирович, в Нижнем Тагиле, который еще называют Путинградом, пытают людей.